Привет, народ! Это, кажется, пятнадцатая реакция на песни Дианы Нкудиновой. И знаете, пора бы нам вернуться к истокам, к тому, с чего начался её крестовый поход. А Дианина изначальная мощь, как известно, зиждется на четырёх столпах. Столпах Проекта Ты Супер, Дернир Данс, Ореченька, Хьюман, ну и как нетрудно догадаться, Уикед Гейм. И последний на нашем канале, на удивление, ещё не было. Ну и как бы пора закрыть эту брешь. Самое удивительное, что именно на реакциях на эти песни почти самое низкое число просмотров. Ну ладно, первые две. Я тогда только начинал, просмотры набирались медленно. Меня только узнавали, как ютубера. Но особенно обидно мне за Реченьку. Я всегда представлял, что это чуть ли не самая высоко оценённая народом Дианина песня. И на той реакции я такой нестандартный подход применил. И всё же... Народ, может зайдёте на канал, глянете эту реакцию, поднаберёте ей чутка просмотров, ну хотя бы до трёх тысяч поднимите. Она, с моей точки зрения, одна из лучших. И песня, и Дианина исполнение, вообще всё. И себя надо похвалить, конечно. Да, перед началом ещё один момент. Помимо новых возможностей, о которых я говорил, которые откроются каналу где-то в течение вот этой недели, за естественно достигнутые 1000 подписчиков, мне стала доступна монетизация. Не знаю, вот выскажите своё мнение по этому поводу, что вы об этом думаете. С таких просмотров особо ничего не заработаешь, наверное. Копейки какие-то. Включать её, не включать. Сейчас вот на этом видео, на эти сутки она будет включена. Чисто ради теста я просмотрю, что да как. Там какие результаты выйдут. Дальше она будет отключена до выхода следующего видео. Я почитаю ваши комментарии за это время, поэтому пишите. Ну а мы начинаем. Как всегда, имея дело с записями с НТВ, придётся немного с монтажом пошаманить. Оу! Пошаманить! Да, этим сейчас буду заниматься не только я. Ну вы не обессудьте народ. В общем, если что. По-другому, как бы, по-другому не получилось бы этого видео. Стартуем. Ну что сказать, народ. Традиционно, как и на всех, не побоюсь этого слова, представлениях Дианы на Ты Супере, визуал потрясающий. Декорации вы можете видеть. Звук, атмосфера, задний фон. Там яркая луна, освещающая землю. Я не знаю, опушка леса или что это. Мне почему-то всегда казалось, что это болото. Такие ассоциации. Тем более Диана, она вот в столь любимом людьми образе. В таком, даже не знаю, не лесная нимфа. Вот у меня ассоциации с водой почему-то. Я именно про этот образ как раз говорил в реакции «На волнах судьбы». Именно он у меня был в голове, сидел. Такая владычица рек, царевна лягушка или наяда. Вот, вот точно, наяда. И все это такая целостная картина. Абсолютно противоположность оригиналу. Вообще, это просто противоположная интерпретация. Но настолько очаровывающее сознание. Вот так и должны выглядеть каверы. Всегда. Продолжаем. Вот жили же себе люди, да? Не тужили. Слушали Оленьку Боузову. Вдруг узнают о Диане по телевизору, интернету. Может быть, они и не искали новых ощущений в музыке, высот. Может быть, вообще музыку не слушают. Тут им попадается на глазах Дернирданс, Реченька, Уикедгейм тот же и что угодно. Или ранние записи Дианы, где 12-13-летняя девочка поет взрослым голосом о взрослых вещах. И настолько натурально, что сам зритель никогда в жизни подобные чувства не воспроизвел. В этот момент их прошивка шатается, начинает шататься. Старая заржавелая, которую сто лет не обновляли, лопается и вся прежняя вселенная рушится. Старое представление коту под хвост. В них открывается третий глаз. Внутри огнище горит, они усидеть на месте не могут. Вот зачем? Для чего? Деградировали же себе потихонечку. Что? Подумаешь. А тут теперь такое. Деградировали же себе потихонечку. Внутри огнище горит. Народ, я вот честно скажу, я настолько счастлив, что это произошло. Я имею ввиду Дианина участие вот здесь. Арбенина сказала, что это класс. Но класс это слишком низкий полет. Это целое культурное наследие. Эти записи будут пересматривать через 20, через 30 лет и также восхищаться. Это... 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 Я скажу словами нашей любимой Дивы. Это просто бомбически. Это то, что мы видим сейчас на ее концертах. То, что вы можете... Ну, вообще любой может посмотреть на записях на ее канале, на моем канале. Все. Здесь уже вот в 15 лет это полностью сформированная певица. Профессионал. С этой непередаваемой мимикой, контролем голоса, улавливающей природной вибрацией душой. Просто каждую... Каждую микровибрацию улавливающую. С этого момента каждый человек с первого взгляда, с первой ноты скажет вам. Да. Диана Анкудинова. Диана Анкудинова. Но не обязательно. Хотя нет, нет, обязательно. Я вначале просил это сделать. Чисто для сравнения. Я мужчина. Но мой тембр достаточно низок. Изначально. Даже для мужского пола. Ближе к басу, наверное, чем к баритону. Вот просто, как бы, для научной экспертизы. Это супер низко для пятнадцатилетней девушки. Да какой там пятнадцатилетний? Какой там девушки? Не все мужчины настолько низко опустятся. Да-да-да. Это просто уникальнейший человек. Да уж, да уж. Вот это я понимаю. ПОДПИШИСЬ! 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 Толкает, толкает что-то все выше и выше, и вот ты буквально сейчас взлетишь, крылья вырастают, ты хочешь дотянуться до неба, там где Диана, быть с нею рядом, понимаешь, что ты внизу, и она недосягаема. На таких выступлениях я имею ввиду недосягаема, конечно, это уровень просто запредельный. Подковарно Диана создает затишье, чтобы зритель поверил, отдал себя под чары уже ее нежного, воздушного голоса. Не торопись, милок, не волнуйся, расслабься, отбрось лишние мысли, тебе это сейчас понадобится. Во-первых, редкий случай, когда вы можете лицезреть Диану без челки, ловить момент. Нет, я знаю, ей нравится челка, мне тоже она нравится, я думаю, многим она нравится, но без нее тоже неплохо. Во-вторых, ну, просто богиня сошла на землю или взошла с неба, из воды, или материализовалась в виде духа земного и просто дарит песнь жизни, свободы, очищения всему живому. Вот эти йодельные завывания, первобытные, такие племенные, языческие, вкупе с Дианином тембром, ну, это настолько гармонично, настолько они непередаваемы в любой ее песне. Лично у меня каждый такой момент просто замирание сердца происходит. Офигенно! Вот опять, вот опять, опять этот момент. Единственное, что я в этот момент представлял, как в Диане детонирует бомба, энергетическая, накрывая ослепительным светом всю землю. Воздух в золотых каплях дождя, радуги, бликах, из ниоткуда тотчас вырастают деревья, цветы, птицы взмывают небо, звери выбегают из нор. Это перерождение планеты, самое настоящее. Продолжение следует... Волшебница! Можно как угодно это называть, что угодно говорить, но это лучше любой виртуальной реальности, любой фантазии. И это наяву. Мы это видим на самом деле. Оно среди нас, это явление. И она, Диана, среди нас, живая, настоящая. Это можно вносить в золотой фонд лучших живых выступлений страны. На таком должны учиться будущие поколения. Это, ну, настоящее национальное достояние. Как хорошо, что у нас есть Диана, наша Диана, которую мы никому не отдадим. Я счастлив. Я счастлив. Я так просто, я преисполнен всеми чувствами. Гордостью, радостью. Да. Всем-всем-всем. Вот такая вот замечательная песня, замечательная Диана. Песен с проекта «Ты супер» осталось немного. Ну, и они, оставшиеся, побывают тоже на реакциях, естественно. А пока, господа, ссылка в описании на официальный канал Дианы, ссылка на оригинальное видео будет по соседству, прямо рядышком. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии, делайте все, что нужно. Ведь не мне, как говорится, вас учи. Поучитесь лучше у Дианы. У нее есть чему поучиться. Очень многому, на самом деле. Вот. До следующих видео. Приятных вам выходных. Да. Вроде суббота должна быть. Да, да, действительно, суббота. Суббота грядет, и я с этой работой уже совсем, короче. Дни, недели перепутал. Все перемешалось в моей жизни. Но одно неизменно. Изменно только одно. Любовь, Диане, ее творчество. Как и у вас, надеюсь. Ну, все. Пока. Давайте. До скорого. Суббота. Суббота.